Дорогие друзья, здравствуйте еще раз тех, кого видел на вводном технико-экономическом вебинаре. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно меня. Меня зовут Сходов Алексей и приветствую вас на традиционном, уже расширенном технико-экономическом вебинаре. Сейчас я хотел бы запустить опросник только для новичков сводного вебинара. Для нас это очень важно для понимания, сколько людей перешло с вводного вебинара, то есть насколько наш проект был интересен и, соответственно, насколько дальнейшее развитие будет интересовать тех людей, которые присутствовали на вводном технико-экономическом вебинаре. Дорогие друзья, те, кто присутствовал на предыдущем вебинаре, пожалуйста, проголосуйте на опросник либо поставьте плюсик, нолик, единичку непосредственно в чате. Ну а я, собственно, перейду тогда с вашего позволения непосредственно к расширенному технико-экономическому вебинару. Меня не было на вебинарах на прошлой неделе, потому что, собственно, находился на лидерской встрече, на Кипре она у нас происходила. И могу сказать, что очень порадовало, что времени отдыхать там и так далее не было. То есть очень плотная рабочая обстановка и по сравнению с Испанией, допустим, та встреча, которая у нас была буквально год назад, это уже была подготовленная и действительно мощная встреча, несмотря на то, что присутствовало чуть меньше 50 людей, то есть чуть больше 40, но меньше 50 людей, это были именно серьезные лидеры серьезных структур, некоторые в моей структуре находятся, некоторые в параллельных структурах. И это говорит о том, что европейцы, в принципе, от нашего проекта ждут не то что объяснений, как развиваться там и так далее, то есть они все сами знают, как делать, на самом деле они от нас ждут развития технологического и предоставления сервиса, сервиса именно в качестве Skyway Capital. На этой встрече мы рассказали, на одном из вебинаров я обвещал непосредственно про, каким был транспорт второго уровня ранее, то есть это такая несколько шоу-презентация, и она очень полезна именно для европейцев, потому что имена звучат именно иностранных потенциальных транспортов второго уровня. Но все они ушли в небытие, за исключением, пожалуй, Hyperloop, SkyTrend. И, собственно, даже SkyTrend сейчас особо не слышно, то есть о чем все прекрасно слышат, и также мы об этом сегодня поговорим. Я скажу лично свое мнение о тех статьях, новостях, которые сейчас пестрят и пестрили по большей части своей на прошлой неделе, то что Hyperloop в России, поддержка Hyperloop и так далее. Ну, собственно, есть для этого оптимальные причины, и все, что не делается, то делается, во-первых, к лучшему, но, во-вторых, делается абсолютно не просто так. И огромная благодарность Виктору Бабурину за то, что посетил нашу лидерскую встречу, то есть там был проведен очередной мастер-класс по юридической, финансовой схеме, и для меня это было очень полезно, потому что 5 июля у нас планируется уже конференция, причем большая конференция, чуть попозже я данные сброшу, и в чат, и на слайдах будут данные, обязательно посмотрите, потому что данная конференция очень важна, в первую очередь, для Европы, будет присутствовать в качестве спикеров Сергея Анатольевича, я буду присутствовать, Ирина Волкова также планирует, Виктор Бабурин также планировал, но возникла спонтанная, но очень важная необходимая поездка в Африку, и это Восточная Африка, то есть аналитический центр ПРИМИД пригласил представителей ЗАО «Струнная технология» поехать на очень серьезную конференцию в Танзанию, там будут африканцы, там будут индусы, азиаты, и, собственно, вестись будет общение на высшем уровне, то есть вестись будет общение непосредственно с руководством министерств, то есть наша именно целевая аудитория, и время этому приходит, дорогие друзья, потому что мы стремительно приближаемся уже непосредственно к демонстрации, которая произойдет осенью, и я могу сказать, что стоит не просто подогревать почву, стоит очень серьезно заниматься вопросом инициации и новых адресных проектов, и общением с министерствами, потому что их всех можно будет пригласить на выставку в Берлине, которая пройдет с 20 по 23 число, сентябрь, если непосредственно говорить про месяц, и я могу сказать, дорогие друзья, вот что очень важно, и Виктор Бабурин об этом сказал, я это предполагал, но не имел права, так скажем, говорить, если не будет точной информации, обязательно оповестите всех своих крупных инвесторов и так далее, и проработайте предварительно вопрос, чтобы не было такого, что человек подошел, хочет, чтобы ему что-то рассказал, чувствует себя именно главным игроком в той ситуации, в которой он находится, очень будет много посещений, я не говорю про график Анатолия Эдуардовича Ницкого, я не говорю про график представителей именно технических зао струнные технологии, я не говорю про график Виктора Бабурина, то есть будут, я предупреждаю об этом, фильтры непосредственно, которые будут предшествовать общению с Виктором Бабуриным, с Анатолием Эдуардовичем Ницким и только те люди, которые непосредственно готовы подписать меморандум о соглашении, протокол о намерениях, может быть какое-то соглашение о сотрудничестве и желают именно по конкретике пообщаться, то этих людей, предварительно проработав с ним вопрос, обязательно приглашайте, потому что это будет очень серьезное и показательное мероприятие, я не побоюсь этого слова, если говорить про крупных инвесторов, кто-то может инвестировать просто придя на это мероприятие, увидев вживую то, что там будет происходить, проинвестировать сотни тысяч долларов как минимум, то есть эту почву единственное нужно подготовить. И новичков, возможно, удивит, что мы общаемся уже, так скажем, по конкретике, то есть по предстоящему мероприятию, но фоном я сейчас пущу, презентация моя будет происходить несколько другим образом, но именно для новичков и для возвращения в прошлое этот материал обязательно сброшу. Я фоном буду включать, как велось строительство экотехнопарка, то есть сделал такую подборку и обязательно вам сброшу ссылку. Это просто неубиенный железобетонный аргумент при общении с теми людьми, которые сомневаются в нашем проекте, сомневаются, что ведется строительство с достаточной скоростью, что мы успеем все вовремя. Это говорит о том, что действительно мы успеваем по срокам, не опережаем и могу сказать, что финансирование на демонстрацию как минимум у нас имеется именно по потенциалу тех планируемых рассрочек, которые выплачиваются каждый месяц. Соответственно, с октября, когда Виктор Бабурин перешел именно в руководство не юридическим департаментом, а непосредственно уже зам директора по развитию международной группы компании Skyway, были предприняты очень многие шаги, которые позволили нам сегодня обеспечить возможность беспрепятственного выхода и без каких-либо трудностей в первую очередь финансовых на демонстрацию осенью 2016 года. А ведь еще в августе 2015 года рылись первые котлованы, рылся котлован под первую анкерную опору и, собственно, это все из презентации вы сможете увидеть, услышать. Сегодня, я также скажу, на дневном вебинаре Сергея Анатольевича Сибирякова не будет, и он находится на серьезной, важной встрече в высшем аппарате, так скажем, находится в Москве. Тоже будем с нетерпением ждать результатов, но по опыту и по школе ЗАО «Струнные технологии» и Виктора Бабурина мы грешили тем, что немножко опережали события временами на наших вебинарах, но сейчас мы будем стараться вещать именно по конкретике и по свершившимся фактам. И также сегодня будет происходить уже после вот этой встречи в высших аппаратах встреча с нашими партнерами, представителями фондов, о которых мы вам все говорим, говорим и не показываем, кто это. Но эти люди существуют, сейчас нельзя объявлять, но можем говорить, что работа ведется, как когда-то велась работа по австралийскому адресному проекту, потенциальному пилотному, потому как только входил «Ротхук», вы обязательно этих людей всех увидите и внезапно, и очень сильно, я думаю, обрадуетесь, потому что это произойдет именно как дополнение нашего снежного кома, того применения тех адресных проектов, которые уже имеются, и много закрытой информации, то, что не имеет права разглашать Виктор Бабурин, несмотря на то, что на Кипре мы и наши европейские коллеги очень сильно пытали по различным вопросам, но ответ на многое был очень простым, дорогие друзья, я подписал соглашение, о неразглашении коммерческой тайны, то есть о конфиденциальности информации. Это абсолютно верно, дорогие друзья. Ну что ж, вот фоном будет идти тогда строительство непосредственно, как происходило, экотехнопарка, то есть это будет, возможно, даже войдет в традицию, то есть как расширенная технико-экономический вебинар, мы временами будем переходить на ту тематику, которую будем вещать с Сергеем Анатольевичем, но поговорим о Hyperloop, то есть я непосредственно не смотрел еще вебинар, который вел Сергей Анатольевич один, и много мнений различных было по поводу позиции, но одно я могу сказать, что Hyperloop и все вот это вот освещение, весь пиар, который происходит, и более того, очень серьезно так Hyperloop подготовили почву для нашей Братиславской конференции, потому что было в прошлом, если не ошибаюсь, году в конце подписано зимой соглашение о возможном сотрудничестве со Словакией, с Министерством транспорта и так далее, но это все, знаете, это все именно создание шума и пиар вокруг проекта, который еще не произошел. Я не буду говорить никаких слов про технические составляющие и про реальность технологических Hyperloop, но я могу сказать, что те новости, которые мы увидели в интернет, они нам на руку на самом деле. Вы не задумывались о том, что, возможно, как бы это идет подготовка, подготовка масс, а кто занимался проектами, неважно, инфраструктурными и так далее, если они касаются именно жителей города, то необходимо проводить референдум, экологический референдум, убеждать экологов, жителей то, что данная технология, данная инновация либо данный проект необходим. И, собственно, не задумывались ли вы о том, что это идет такая вот незримая масштабная операция, запланированная, то, что именно популяризируется концепция транспорта второго уровня. Иначе представьте, что появится внезапно в СМИ, к примеру, какая-то информация о транспорте второго уровня и каким образом вообще граждане это воспримут абсолютно неподготовленными. То есть, возможно, будет шок и непонимание вообще, возможно, будет именно неправильное понимание ситуации, что сейчас государство в условиях экономического кризиса будет расходовать свои средства на создание какой-то инновационной промышленности транспорта второго уровня. И стоит отметить то, что во всех этих статьях про Hyperloop и так далее черным по белу было прописано, что финансовой поддержки никакой не будет. А теперь я хотел бы вернуться к 25 марта 2015 года к протоколу именно по результатам заседания рабочей группы экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации. Подписан этот протокол господина Суденова. И, собственно, там также черным по белым написано, что вернуться к рассмотрению струнной технологии транспорта SkyWay, но уже после демонстрации. И просто подумайте, зачем вообще весь этот широкомасштабный пиар по Приморью, 2 Атом и так далее происходит именно в освещении Hyperloop. Во-первых, мы сейчас находимся в достаточно нелицеприятном положении, так скажем, в неприятной позе, я говорю, про страну. И если, допустим, компания, которая американская компания, и та страна, которая может влиять в том числе в виде санкций, и компания, которая поддерживается высшим административным аппаратом. И, кстати, у Hyperloop 2 компании, если вы в курсе, не в курсе. Одна Hyperloop Transportation, а другая Hyperloop Transport Technologies. То есть два разных руководителя. И, так скажем, идейный вдохновитель, как все полагают, что он в какой-то из компаний принимает участие, Илон Маск. Илон Маск просто несколько лет назад обрисовал в десятистраничном концепте, что, да, такая технология, было бы хорошо ее внедрить, и все как бы на этом его участие закончилось. То есть тут не стоит как-то приукрашивать и перегибать палку, потому что все развивается независимо от участия Илона Маска и так далее. И все, что не делает Hyperloop. Вот пример этому. Словакия. Там было подписано соглашение. Я могу сказать, общаясь на английском языке уже с нашими коллегами, европейцами, это вызвало смех у технических представителей. То есть, дословно говорю, что вызвало смех именно по внедрению данной транспортной технологии в Словакии. И, собственно, есть определенные технические учреждения, которые желают также и вести обучение по технологическим составляющим, предметам SkyWay. То есть об этом будут вестись также переговоры во время нашей поездки с Сергеем Анатольевичем в Европу. То есть будет такое своеобразное турне Братислава в Словакии, Чехии, Венгрии также. И, собственно, также сейчас, если подтвердиться, готовят очень серьезный круглый стол уже с потенциальными крупными инвесторами. Я могу сказать, что действительно европейцы работают на славу. И то, что нам стоит всем поучиться, это то, что действительно европейцы не следят, точнее следят, но не влияет на них ход, который задают СМИ. И эту роль СМИ задавать сенсационный такой именно шокирующий эффект того, что происходит сегодня в мире транспорта второго уровня. Это тренд, который уже не просто витает в воздухе и так далее. Это тренд, который уже осознает человек, который, как минимум, имеет отношение к транспорту и, как минимум, имеет отношение к рынку лития и так далее. Почему рынок лития? Потому что аккумуляторы, в том числе литиевые аккумуляторы, будут использоваться в электромобилях и также в юнибайках, юнибусах, именно при запитывании электроэнергии. И то, что Виктор Бабурин сказал именно непосредственно на Кипре, информация, ну так скажем, кулуарная, она могла распространяться. Но я могу сказать одно. И вспомните видео с корабля на бал, когда Анатолий Эдуардович Юницкий. Просто пересмотрите это видео, и вы поймете этот настрой, верните этот настрой себе, когда Анатолий Эдуардович, вернувшись с Москвы, после общения увидели фотографии. То есть это явно не просто заседание экспертного совета. И, собственно, после серьезных переговоров Анатолий Эдуардович вернулся более чем воодушевленный, радостный и счастливый. И это абсолютное доказательство, что существует определенная информация, которая сейчас не может разглашаться. Но давайте подождем до демонстрации. И, на мой взгляд, высказывание Лебедя Александра Ивановича также сбудется в России, что струнным технологиям в России быть. Но это мы увидим уже после демонстрации. И повторюсь, то, что сейчас Hyperloop, Skytrend, неважно кто, еще какие-то высокоскоростные технологии будут говорить в СМИ, это все на нашу пользу. Потому что это одновременно популяризирует и наш проект. И вот расширенный технико-экономический вебинар, он больше не про технологию, он больше про те события, которые происходят в нашем проекте, которые происходят в потенциальных адресных проектах. И технологические вебинары. Собственно, вот скоро, возможно, появится углубленный технический вебинар, где прямо от и до разложат человек, являющийся так же, как и я, инженером. Но, собственно, замечательная презентация была проведена в Кипре Владом Волковым. Сейчас мы немножко переустраивать будем цикл и ветку вебинаров, чтобы и на вводные технико-экономические вебинары, и вообще вводные вебинары приходило максимум людей. И будем налаживать систему рассылок. Также вот сейчас, как вот Евгений Кудряшов говорил непосредственно про Skyway Capital, будет создан, и он уже создан, внедряет сейчас новый дизайн личного кабинета. Обязательно, кстати, пересмотрите те, кто не в курсе, телемост с участием Виктора Бабурина. И Виктор Бабурин, будучи воодушевленным после делегации австралийцев, буквально на час с лишним рассказал о том, что будет в Берлине, каким образом, собственно, будет происходить дальнейшее сотрудничество с австралийцами, вообще по миру. И меня поразил тот факт, что в Берлине, и мы подготовим инструмент именно Skyway Capital, специальный лендинг, в Берлине можно будет ощутить вот эту уже концепцию перемещения в юнибайке, можно будет задать программу станции, то есть будет ограниченный, естественно, ряд станций, но якобы прокатиться по Берлину, и, соответственно, это будет не просто стенды с макетами, это будет живой прототип один к одному, который будет показываться без раскрытия ноу-хау. И сейчас уже формируется график у Анатолия Эдуардовича Юницкого, это будет очень плотный график, я думаю, что будет подписание множества соглашений на выставки и на транс, и в первую очередь для нас очень важно, что на тех двух, кстати, стендах, то есть у нас будет не один стенд, будет большой стенд и малый стенд Future Mobility, то есть возле NEX технологии и так далее, и также возле гигантов, как Siemens и так далее. и Допельмайер также там будет представлен. Обязательно те, кто имеет возможность поехать на эту выставку, приезжайте, потому что основной эффективностью и популярностью стенда считается его максимальный эффект посещаемости. Это также в лендинге мы опишем, чтобы каждый понимал, что приехать на эту выставку является непосредственно сопричастным к повышению показателей именно популярности посещения стенда SkyWay, двух стендов SkyWay на выставке и на транс. То есть одного стенда действительно мало, потому что мы планируем очень серьезно заявить о себе на выставке и на транс. И если говорить про сходство и именно правильным трендом, которые задавались и многие по вебинарам помнят, что мы не раз говорили про концепцию бесплатного перемещения пассажиров, ну, я, собственно, могу это объяснить различными словами, то есть либо наши вебинары, которые Сергей Анатольевич еще изначально вел, переводятся на иностранный язык и все вот эти концепции, стратегии как-то впитываются, но, тем не менее, основатель Hyperloop Transportation высказал идею и концепцию перемещения именно уже в виде бесплатного проезда пассажиров. То есть это по логике Skype, мессенджеры и так далее. И это также закладывалось изначально и как основа в логику развития пассажирского SkyWay. То есть окупаемость будет происходить за счет грузовых направлений и за счет применения дополнительной монетизации на различные дополнительные сервисы и услуги. А сам проезд человека он будет стремиться действительно к нулю. И, собственно, то, что мы сейчас с вами создаем это не просто новая технология, это новая логика и архитектура построения транспортного бизнеса. не побоюсь этого слова, не только сеть адресных проектов, но и это будущее транспортное, энергетическое, коммуникационное, информационное, социальное. И сейчас непосредственно Виктор Бабурин и я тоже мы следим за новыми веяниями финтех, и это то, что касается децентрализованных бирж, то, что касается криптовалюты, все это мы отдельно уже при конкретике также будем описывать, но что-то мне подсказывает, что и финансовые процессы очень сильно будут ускорены изменены при появлении сети транснет, а при том, когда сеть транснет уже замкнет весь мир, то, соответственно, тут, возможно, и физические свойства несколько будут меняться, потому что у Земли есть свое магнитное поле, то есть, кто-то его ощущает, кто-то нет, и мы сможем, возможно, применять какие-то новые физические законы именно при замыкании сети транснет. Это уже, так скажем, в ходе мозгового штурма нашего Сергея Анатольевича родилось, как предположение, как именно наша мысль и наша идея. И, я думаю, что поставьте плюсики и минусики, если мешает, допустим, вот то, что я листаю слайды, хотелось бы именно просто вот испытать, каким образом мешает, не мешает той презентации, которая вне зависимости от слайдов происходит, а слайды это история, история строительства и, соответственно, показательные. Человек может посмотреть на конференции, мы также в Казани, в Екатеринбурге, в Челябинске, Монтогорске, в Братиславе, будем это применять, потому что это самый железобетонный аргумент, который имеется, то, что строительство ведет. Да, слайды я обязательно сброшу, то есть я подготовил для вас всех, и время от времени, раз в неделю, я думаю, буду обновлять и сбрасывать новую ссылку, либо сами дополняйте свои презентации, собственно, опорная, уже созданная. И очень сильно был поражен, на самом деле, скорости строительства нашего, и если кто-то говорит, что мы строим как-то не по срокам, не по планам, покажите мне компанию, которая за два года, чуть более двух лет это развитие проекта, уже выходит на демонстрацию действующего, инновационного, не существующего, доселе вообще в информационном, транспортном, коммуникационном и вообще ученом, информационном плане, информационном поле земли, это нонсенс, это то, что должно войти в историю, то, что в будущем, я думаю, искренне надеюсь, будет также транслироваться в виде не только видеороликов, но и, возможно, какой-то полнометражный фильм, но это будет дополнительно, как именно те активисты, которые это будут делать, сейчас все средства идут на развитие технологии и на строительство, и то, что происходит уже вот буквально в крайней неделе, меня просто поражает, как инженера, как человека, понимающего, каким образом может идти строительство, то есть за параллельно несколько процессов, вы видите, что действительно в рекордные сроки строится легкая трасса, и, соответственно, легкая трасса это будет одной из точек входа в транспортный рынок и в туристический рынок, кстати, сейчас тоже обязательно сброшу вам статью, ознакомьтесь и посмотрите, каким образом сегодня развивается туристическая инфраструктура в Российской Федерации, но я могу сказать, что основой и будущим туристической инфраструктуры не только в России, но и в мире, то есть туризмом двадцать первого века будет являться как составляющая юнибайк и тревел кары, так называемые, то есть уже такие, более по количеству пассажиров вмещаемые подвижные составы, и мир туризма, он кардинально изменится, и никогда не будет таким, каким он был до появления струнного транспорта, именно легкого прогулочного, потому что это будет концепция перемещения, которое не было доселе, и если создавать образ будущего, то это будет мобильное перемещение именно каждого человека комфорта, в виде комфорта, в виде безопасности, в виде эффективности, и в виде экономии времени в первую очередь, то есть не отрыва от реальности с существующим стабильным интернетом, Wi-Fi сигналом, с существующими возможностями подзарядки вашего смартфона, подзарядки вашего ноутбука, потому что силовые электрические кабели, они также будут вшиты в путевую структуру, и радиочастотные сигналы, различные мобильные сигналы, я могу сказать, что интересной идеей также будет сравнить стоимость километра инфраструктуры SkyWay не только со строительством авто, эстакад автомобильных дорог, железнодорожных дорог, путей сообщения, высокоскоростных дорог, монорельса, и так далее, но и с прокладкой с нуля, с мобильными, допустим, сетями, и оптоволоконными сетями, потому что это будет являться составляющей сети Transnet, и, соответственно, что-то мне подсказывает, вот если сложить прокладку оптоволоконных сетей, и мобильных сетей, то струнная технология, струнная транспортная инфраструктура выиграет в цене, с учетом того, что это включает в себя еще массу ответвлений, и фактически то, что сейчас говорилось, вот статью прочитаете, по развитию инновационных туристических кластеров в Российской Федерации, в том числе, по поводу этого и на сегодняшней встрече, возможно, Сергей Анатольевич будет затрагивать тему общения, и та проработка, которая велась на самом деле еще с зимы, аналитическую записку, вы видели, которая была написана именно высшие ряды при администрации президента, и так далее. Все это сработало, дорогие друзья, но всему свое время, и все покажет демонстрация, потому что никто не может пойти на такой риск, что сейчас сказать, да, мы с вами, мы абсолютно за вас, и что-то вдруг произойдет с демонстрацией. текущей ситуации в стране, это абсолютно нелогично, это абсолютно неправильно, и, собственно, наши высшие представители, не будем называть конкретные имена, это абсолютно понимают, но струнные технологии, это, действительно, как вот было сказано неоднократно, это возможность увеличения ВВП в разы менее, чем, не то, что за пять лет, а за три года, и сегодня, вот, правильно ссылку сбросили про Роскосмос и так далее, то, что сейчас Роскосмос начал работу над многоразовой первой ступенью ракеты, и, я думаю, что это очень серьезно повлияло в виде развития бизнеса SpaceX, то есть, Маска, и не туда немножко движутся, то есть, при очевидности идеи, при ощущении того, что якобы это возможно, и можно там посвоить средства, в первую очередь, и далее уже построить, вот, откройте эту ссылку, Роскосмос запланировал развитие многоразовой первой ступени ракеты. Но, абсолютно верно, ракеты, это также прошлый век, то есть, мы должны стремиться, именно, к созданию высокой капитализации струнного транспорта, и, далее, уже, развитию, именно, стремительному подходу к эпохе и к эре развития уже ОТС, общепланетарного транспортного средства. У нас даже есть споры, именно, вот, среди руководителей Skyway Capital, кто-то считает, что ОТС это какое-то далекое будущее, но, всегда, на вебинарах, на наших, Сергеем Анатольевичем, вы услышите, что это недалекое будущее, а я навсегда запомню слова Анатолия Эдуардовича Юницкого, при достаточном финансировании это можно начать реализовывать через 20 лет, и, соответственно, я думаю, что при оптимизации, при той оптимизации денежных затрат, то есть, 350 миллионов долларов мы на 200 с лишним опустились именно при оптимизации, при удешевлении строительства, при удешевлении инженерных расчетных процессов, именно создание полигон, тестового участка, извиняюсь, это ни в коем случае не полигон, полигон у нас уже был в городе Озеры, и, соответственно, несмотря на то, что, действительно, работа ведется днем и ночью, процессы у нас происходят максимально оптимизировано, с сохранением качества. И, что говорить про сегодняшнее строительство, дорогие друзья, буквально за считанные неделю с лишним было начато строительство анкерной первой опоры легкой трассы, уже, собственно, закладывается и устанавливается вторая анкерная опора легкой трассы, 15 промежуточных опор уже установлены, и это происходит намного быстрее, чем это происходило зимой в виде установки промежуточных опор высокоскоростной и будущей городской пассажирской трассы, то есть совмещенные там будут трассы, одна на первом, другая на втором уровне, и, соответственно, первая анкерная опора, которую вы видите на слайде, это будет транспортно-логистический узел, совмещенный с концевой анкерной опорой, который сможет выдержать нагрузку, неоднократно мы говорили на вебинарах, дубайского аэропорта, стамбульского аэропорта, неважно, то есть это огромный потенциал, огромный пассажиропоток, и всегда тоже задаем с таким вопросом, когда сидим в аэропорту, в Абурином также буквально 10 минут было разницы отправления домой, так скажем, и всегда возникает такой вопрос, а сколько у нас будут длиться пересадки, сколько нужно будет ждать, чтобы пройти регистрацию, и так далее. На самом деле, это будет происходить, дорогие друзья, настолько быстро, что вообще понятие задержался в пути, оно уйдет в историю, потому что никто не будет опаздывать на рейсы, на встречи, все будет в виде мобильного, в том числе, приложения, операционной системы, которая будет внутри подвижных составов, и, естественно, внутри юнибайка, то есть это будет совершенно другой мир, который на ваших глазах, на наших с вами глазах, сегодня создается концепция транспорта второго уровня. И если говорить о тех новостях, которые, собственно, ожидаются в ближайшее время, то есть при нашей поездке в Европу Сергеем Анатольевичем ожидается подготовка серьезных переговоров с замами министерства, с министрами, если получится, и, собственно, уже по результатам мы отчитаемся обязательно в виде фото, в виде видеорепортажа, потому что там планируется также и присутствие, возможно, телевидения, попытаются организовать пресс-конференцию. На сегодняшний день мы перешли уже в тот этап, когда не нужно рассказывать о маркетинг-плане, у нас он замечательный, об инвестициях и так далее. Нужно просто показывать развитие нашего проекта, и я думаю, что презентация более чем подробно это все показывает, и, собственно, у человека возникнет вопрос, а как мне вообще здесь поучаствовать, вам не нужно ничего объяснять. И замечательный такой вот способ, который у наших эстонских коллег, таких матерых, так скажем, продажников, я подсмотрел, обязательно буду использовать в практике, хотел бы вам рассказать. Когда вы рассказываете о проекте, используете презентации, отпечатайте на отдельном листочке, буквально черно-белым, на простой бумаге, возможно, чуть-чуть мятой, и выделите ту инвестицию, на которую вы желаете, чтобы человек входил. Можете повышать порог инвестиций, у этого человека в начале было выделено 1000 евро красным, красным среди того, что отпечатано черно-белым. И когда вы проводите переговоры, вы, соответственно, можете наблюдать за реакцией, человек вас неизбежно спросит, а вот это что красным отмечено. И, соответственно, тут возникает эффект стула, что вы, человека, от себя отталкиваете, что это как бы неважно, это возможно инвестиции в этот проект, который я тебе рассказывал, но сейчас давай пообщаемся о технологии. И, что я очень серьезно понял и впитал от наших европейцев, то, что им не важно рассказывать сегодня про инвестиции, про маркетинг, это все второстепенно, это как слагаемое и прилагательное. Им важно сегодня рассказать о возможности, о технологии самой и стремительном развитии строительства экотехнопарка. И это складывается в серьезные объемы по Европе, по России, по Украине. И это складывается к тому, что на сегодняшний день, дорогие друзья, мы можем без какого-либо сомнения говорить, что да, демонстрация будет. Да, средств на демонстрацию у нас хватает по потенциалу тех рассрочек и по тем поступлениям, которые сейчас мы имеем. И мы увеличиваемся действительно в геометрической прогрессии. Чуть попозже я вам поставлю слайд конференции и скопирую в чат то, что у нас планируется в ближайшее, так скажем, время. То есть буквально на этой неделе это будет в Казани, Челябинске, Петербург, Магнитогорск. 5 июля это Братислава, ну а соответственно далее уже на новых технико-экономических вебинарах мы вам расскажем. Но одно я могу сказать, что то ощущение, которое передают именно те люди, которые находятся в эпицентре, в гуще событий ЗАО «Струнные технологии» и вдумайтесь в то, что фактически наслаиваются на друг друга поездки. Виктор Бабурин планировал, что он поедет также в Европу, потому что там будет общение с достаточно серьезными лицами. И сейчас он поедет в Танзанию на серьезную конференцию с участием представителей министерств. То, что, допустим, Сергей Анатольевич сегодня по плану днем должен со мной вещать, и как мы обещали, кто-то из нас, независимо от того, какая погода, где мы находимся и так далее, все равно вебинар будет, потому что это наше информационное поле, и это наша задача именно как спикеров наносить вам то, что происходит в нашем проекте. Кто-то говорит, что вы чего-то не говорите, вы чего-то скрываете, но мы учимся, собственно, раньше мы много говорили, сейчас мы больше будем информацию держать закрытой, и только когда происходит факт совершения, мы будем открывать вам информацию. Но одно я могу сказать, я могу передать вам только эмоции, что я настолько счастлив, что участвую в проекте SkyWay, и то, что присоединился к нему еще в 2014 году, что достаточно передавать эмоцию, технологию и развитие строительства. Все. После этого люди будут присоединяться к вам, люди будут интересоваться, и далее уже на встречах вы будете рассказывать непосредственно про маркетинг, про возможность инвестирования, то есть это как именно слагаемое, но каждый человек, как только вы покажете ему эту презентацию, которая сейчас предстает в виде листания слайдов на вашем экране, он захочет быть этому сопричастным, потому что на его глазах сейчас происходит то, что он возможно может упустить, и никто из нас с вами не не желает упустить возможность, которая бывает раз в сто лет. Если говорить про те процессы, которые происходят по потенциальным адресным проектам, то фактически как ведется запараллельно строительство, сейчас ведется работа по адресным проектам. Повторюсь, информацию многую нельзя разглашать, по России также ведется работа. И также вот чуть попозже поставлю слайд и скопирую по конференциям. Если у вас есть действительно серьезные контакты, я сброшу контакты меня, Сергея Анатольевича, звоните, пишите и выводите, но при первичном оповещении человека, какой он проект вообще по возможности может потенциально инвестировать, по какому проекту он может создать какой-либо адресный проект, потому что это очень важно. На сегодняшний день уже я могу сказать, что мы находимся на той стадии, что хочется общаться действительно по конкретике и по существу. Я не говорю уже не то что про Анатолия Эдуардовича Юницкого, про Виктора Бабурина, то есть у Виктора Бабурина очень сейчас загруженный график формируется и замечательно, что у него появилась такая не то что зам, но именно человек, который ему помогает, Анастасия Лейко, та девушка, которая организовывала весь эко-фестиваль, и я могу сказать, что то, что мы увидим в Берлине, это произойдет все наши ожидания, потому что невозможно предположить, что будет на самом деле в Берлине. Я с нетерпением ожидаю этого и обязательно поеду на конференцию, неважно, где там, в каком отеле хватит места и так далее, потому что еще, если честно, не забронировали отели, но я могу сказать, что выставка «Инотранс» это мировое событие и позаботьтесь о том, кто желает присутствовать на этой выставке, чтобы вы попали на это событие и, соответственно, мы повысили бы популярность нашего стенда. Ну и вот, собственно, буквально наши дни, то есть, семь дней назад в ходе вещания и далее мы проголосуем, я сделаю опросник, то есть, таким образом, стоит или нет устраивать вебинар, но я думаю, что так вот именно подсознательно показывается история развития экотехнопарка, строительства, это железобетонные аргументы. Мне поразило, насколько быстро были установлены 15 промежуточных опор, а представьте, что это будет запараллельно по всему миру, и сейчас мы это обкатываем на австралийском проекте, и, кстати, если у кого-то есть те люди, которые, допустим, которых смущает инвестиция в Skyway Capital именно в виде больших сумм по каким-то моментам юридическим, финансовым, хотя все хорошо, либо нет интереса инвестировать чисто в головную компанию, хочется инвестировать еще в адресный проект, то пишите именно по конкретике суммы от миллиона долларов, допустим, можно рассматривать пока что в виде инвестиций, потенциал ограничен, в районе 5 миллионов долларов можно инвестировать именно по Австралии. Это финансирование будет очень быстро закрыто, но огромный интерес уже у потенциальных инвесторов, потому что это инвестирование одновременно и в долю Skyway Транспорт Австралии, и в долю головной компании. То есть это, так скажем, абсолютно одним выстрелом, так скажем, мы решаем две задачи и два актива создаем в пакете потенциальной крупной инвестиции. И если говорить про то, что соблюдается все стандарты, технические аспекты, проводятся все необходимые исследования. Я думаю, что сейчас идет наработка, о которой Анатолий Эдуардович Юницкий говорил, что должны пройти цикл кручения, в том числе, колеса, то есть на износ и так далее. Сейчас это все происходит запараллельно, что ведется строительство, что представители ЗАО струнной технологии в лице, допустим, Виктора Бабурина ездят на общение с министерствами, что у нас происходит конференции, и что самое главное мы выйдем на демонстрацию. Вот вы видите, также 22 июня это уже монтаж первой анкерной опоры легкой трассы, то есть очень быстро она взмахнет ввысь, так скажем, и также происходит уже армирование второй анкерной опоры легкой трассы. ну и я не говорю уже о том, что также происходит процесс армирования монолитных стен, второй анкерной опоры, и эту презентацию я думаю, что каждую неделю мы будем обновлять и давать на технико-экономическом вебинаре, передавайте, ссылка действует семь дней, и я обязательно сейчас ее сброшу. но что еще хотел, дорогие друзья, сказать, что действительно осталось, я не знаю сколько точно времени, но ощущаю, что не так много, на мой взгляд, меньше года осталось времени до закрытия возможности финансирования, я беру с огромным запасом, дабы не говорили, что потом сказали определенные сроки и так далее, и меня удивляют те моменты, когда выискивают что-то из сказанного еще в 2014 году, и сравнивают с показателями, и как вот Михаил Кириченко говорил, что кто-то говорит, что возможно мы не строим, а закапываем экотехнопарк, но, дорогие друзья, это говорит не о дальновидности у мая, как минимум, о ненаблюдательности за проектом, потому что проект говорит сам за себя, стройка идет, техническая документация давно создана, уже ведется процесс также факультативом по развитию и расчетам по общепланетарному транспортному средству, у нас есть возможности также именно инициировать и немножко помочь в развитии и начале развития адресного проекта в Австралии, и все это благодаря тому, дорогие друзья, что действительно кто-то из нас в числе первых сотен буквально присоединился к проекту SkyWay еще в 2014 году, и, соответственно, проинвестировал по своим возможностям, по своим потребностям, а почему потребности, то есть это те люди, которые рассчитали, это, кстати, одна из техник, то есть не общайтесь с человеком, сколько он хочет проинвестировать и так далее, спросите, какие у него желания, и в зависимости от пакета, который у нас имеет место быть, вы, я думаю, все решите с помощью еще вот этой техники обведения и именно вот красным цветом выделения той инвестиции, которую вы желаете, чтобы человек инвестировал, но одно я могу сказать, дорогие друзья, что процесс идет, несмотря на то, что многие, так скажем, лают, караван идет, несмотря на то, что есть противники, несмотря на то, что агрессивная форма именно вхождения в инфраструктуру ближайшего будущего, в транспорт второго уровня, и процесс идет, будет достигнут до победного, потому что по-другому быть не может при тех темпах, при которых мы с вами, дорогие друзья, сегодня развиваемся. И я хотел бы также, чтобы ответили на опросник те люди, которые только новички, возможно, присутствовали, кто еще не инвестор, какое ваше мнение, что проект этот интересен, реализуется, и соответственно просим проголосовать, насколько вы очевидно решаете, что этому проекту быть именно те, кто новички. Я думаю, что вы перешли с расширенного технико-экономического вебинара, по опроснику у нас было чуть более четырех людей, и это наша задача, это наша миссия Сергея Анатольевича, каждую неделю соблюдая информационное поле, и хотелось бы также вернуться, дорогие друзья, к очень серьезной составляющей именно такой политинформации, потому что сейчас очень много людей начинают обращаться к Виктору Бабурину, я не говорю про Анатолию Эдуардовичу Юницкого, и спрашивать различные вопросы, которые не следует задавать и отвлекать, и давайте ценить наших руководителей время, и не отвлекать их по вопросам неконкретным, и, соответственно, обращайтесь также по конкретике, желательно, уже непосредственно к Сергею Анатольевичу, ко мне, к выводу различных губернаторов, министров, крупных предпринимателей, независимо от того, к примеру, в какой стране они находятся, и также хотелось бы немножко остановиться на Берлине, то есть, на конференции, на которой присутствовал Сергей Анатольевич Сибиряков, я могу сказать, что Сергей Анатольевич уже сам расскажет об этой конференции, если еще не рассказывал, что эта конференция произошла все наши ожидания, то есть, то, что там было увидено, более того, могу сказать, что мы входим сейчас лично Сергеем Анатольевичем в определенные объединения предпринимателей союз, и будем фактически ежемесячно там представлять проект SkyWay, потому что Европа, несмотря на свою консервативность инвестиционную и так далее, просто жаждет подобного проекта, дорогие друзья, это не может не радовать, потому что, собственно, наш проект, он настолько достойно развивается среди русскоговорящих, и сегодня я могу сказать, что мы начали очень бурно развиваться именно уже на европейском, на иностранном рынке, и сейчас, дорогие друзья, я сброшу вам цикл конференций, немножко тяжеловато, конечно, вести одному, именно по переключению с одной информации на другую, в чат также сброшу, возможно, кому-то не видно, по тем предстоящим конференциям, в том числе, европейской, большая, пятого, в Братиславе, и, пожалуйста, обращайтесь, билетов ограниченное количество, то есть, мы не заказываем пока что тысячный зал, пока что, подчеркиваю, но, среди городов, которые вы видите, четко могу сказать, что, соответственно, идет раскрутка маховика, и мы готовим людей также на приезд на Берлин, чтобы лицезреть и увидеть все, что мы с вами сейчас общаемся уже вживую, и, собственно, будем рады видеть максимальное количество людей, максимальное количество народа, как на наших вебинарах, так и непосредственно до встречи, как говорится, в Берлине. Ну, а сейчас, как и обещал, я сброшу ссылку, то есть, не успел подписать, потому что сейчас невозможно найти это одновременно вещая, но, знаете, что это ссылка именно как раз таки на ту презентацию строительства экотехнопарка по 22 июня, я думаю, что в ближайшее время она будет пополнена, потому что днем и ночью ведется строительство нашего экотехнопарка, потому что все мы с вами строим SkyWay, спасаем планету и даем дорогу в мир Транснету. Благодарю за внимание, дорогие друзья, до скорых встреч на вечернем вебинаре и на следующих расширенных отчетников.